Новыми красками заиграла Самарская школа номер 46. Как и другие образовательные учреждения города, она уже скоро будет готова принять детей. В школу с проверкой приехали глава городского департамента образования Елена Чернега, общественники и уполномоченные по правам ребенка. Два года назад здесь начал обрушаться потолок. Детей распределили по другим школам. Теперь это в прошлом. 46-ю капитально отремонтировали. Нам хотелось вместе с родителями, чтобы школа была яркой, радостной, светлой, чтобы дети хотели здесь учиться. Новый пищеблог, спортзал, охранные системы, оборудование и многое другое. Перемены впечатляют. Школы готовы к началу нового 2019-2020 учебного года. А вот эта школа номер 46. Идут последние штрижки. И 30 августа я уверена, что данное образовательное учреждение будет принято тоже с оценкой отлично. Школа действительно сейчас стала яркой. Это, конечно, приведет к более высокому эмоциональному уровню учеников и, соответственно, более глубокому получению знаний. Вместе с депутатами городские власти проверили и 137-ю школу. Здесь тоже перемены к лучшему. Новый фасад, окна – все для комфортной учебы. В базе школы функционируют много учреждений депутатного образования. И мы решили сделать первое, конечно, лицо школы – фасад. А это школа номер 64. Здесь оборудовали новый пищеблок. Современная вытяжка, посудомоечная машина, освещение. Рядом со школой – новая спортплощадка. Там теперь дети смогут заниматься физкультурой на открытом воздухе. Охват питанием, горячим питанием, приготовленным на современном оборудовании, будет значительно больше. Здоровое питание для детей – это, естественно, залог здоровья. Наша задача, задача фракции «Единая Россия», чтобы мы комплексно подходили к реализации и национальных проектов, и государственной программы обеспечения наших образовательных учреждений, конечно, комфортными условиями для наших детей. Насколько самарские школы и детские сады соответствуют требованиям безопасности, уже успели проверить надзорные органы. С инспекцией побывали во всех заведениях, а их почти 400. А вот 162-ю школу ждет капитальный ремонт. В этом году без малого 200 миллионов рублей выделено было непосредственно бюджетом городского округа Самара на проведение текущего ремонта. Это на 20 миллионов больше, чем в прошлом году. То есть увеличение идет финансирование. 1 сентября в школу города пойдут почти 123 тысячи детей, что на 4 тысячи больше, чем в предыдущем. Для их комфортной учебы в самарских школах созданы все условия. Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов, События.